Большие дорожные планы на этот год и у Новгородского района. Этот и другие вопросы обсудили на двусторонней встрече губернатора Андрея Никитина и глава муниципалитета Олег Шахов. В прошлом году Новгородский район активно участвовал в реализации основных национальных проектов. Появились четыре точки роста. В 11 образовательных учреждениях обновили компьютерное оборудование. В пролетарской школе отремонтирован спортзал. Работа была направлена и на безопасность учеников. Вчера буквально проверял все четыре системы контроля. То есть ученики у нас в этих школах ходят по карточкам, входят, выходят. Понятно, что может быть там была не отработана система еще с родителями. Но есть список родителей, которым необходимо зайти в школу. В принципе они ходят по списку. Но у нас всего 44 объекта, 4 оборудовали все. В рамках проекта «Культура» удалось отремонтировать два сельских ДК. С 2020 года продолжается строительство детского сада в поселке Волховец. В ближайших планах администрации района расселение ветхого и аварийного жилья, участие в программе формирования комфортной городской среды, а также строительство нового ДК в Новоселицах. Ждет своего решения и проблема с питьевой водой в Трубичине и Григорове. Сейчас началась разработка проектно-сметной документации для строительства системы водоснабжения. Также Олег Шахов обратился к правительству области с просьбой помочь с установкой систем освещения у пешеходных переходов и рядом с автобусными остановками, а также установкой лежачих полицейских на дорогах Новгородского района. Полностью вас поддерживаю. Это качество жизни. То есть помимо ремонтов, помимо действительно культуры начинается там, где люди могут спокойно перемещаться по своему поселку, не боясь там ни в яму попасть, ни в какую-то каналу свалиться. Поручение такое будет дано. Давайте в этом году такую программу обязательно разработаем. Прошу вас ее максимально широко обсудить с жителями. На встрече губернатор пообещал поддержать строительство новых домов культуры в районе. Планируется, что новые ДК появятся в деревнях Сырково и Подберезье.